Здравствуйте! В эфире программа «Камчатка. События недели». Меня зовут Анастасия Островская. И чем запомнились жителям края прошедшие несколько дней, расскажу прямо сейчас. Работа на лопату или как жители Камчатки пережили внеплановый месседж-детокс. 24 января, когда вроде ничего не предвещало беды, смартфоны тысяч камчатцев с самого утра замолчали. Разгрузочный день устроили себе такие популярные мессенджеры, как Телеграм и Ватсап. Причем это коснулось не всех пользователей. У одних получилось выйти на связь, подключившись к сети Wi-Fi, у других при помощи VPN, третьим не помогало ничего, мессенджеры не работали и приходилось пользоваться старыми дедовскими смс-звонками. Четвертых вообще не коснулся сбой. Эта проблема, кстати, коснулась не только жителей Камчатки, но и других регионов страны. В комментариях под новостями о сбое в работе мессенджеров мнения подписчиков, как водится, разделились. У многих людей работа напрямую зависит от мессенджеров и интернета. Неудобно. Стабильная связь через сеть должна быть. Если есть желание, необходимость. Блокировать один мессенджер, вначале важно дать альтернативу. Не смогла отправить документы работодателю. Пришлось бегать по КП и искать Wi-Fi. Ужасно. Работать было невозможно просто. И пока одни сокрушались из-за испорченного рабочего дня, другие иронизировали насчет всей этой ситуации, отмечая, что ничего особо страшного-то и не произошло. Пришлось начать работать без перекура. С восьми утра, как и положено. Начальник был очень рад. Пообещал подумать над покупкой заглушки для объекта. На один день перестали приходить открытки «Доброе утро», «Добрый день», «С днем рождения сосульки», «День соломинки», «День рождения резиновых калош» и прочей ереси. От тех, у кого нет VPN. Трагедия вселенского масштаба. Жители нашего славного города полдня не могли в Ацапке отправить. Как бы там ни было, мессенджеры, которые плотно вошли в нашу с вами привычную ежедневную рутину, изрядно выбивают из колеи, когда внезапно прекращают функционировать. Когда все это началось, мы запросили информацию провайдеров и мобильных операторов. Официальную ситуацию никто комментировать не стал, но, как отметили представители организации, проблема не по их части. В этот день на страничке Краевого министерства цифрового развития Камчатского края появилось небольшое сообщение о ситуации. Представители ведомства повторили все то, что и так, впрочем, было известно, отметив лишь, что отправили запрос на информацию по ситуации в Роскомнадзор. 12 дорожных объектов приведут в порядок. В этом году их отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Дорожные бригады зайдут на Циолковского, Курчатова, Савченко, Восточное шоссе, в микрорайон Завойко, на 50 лет Октября, Пономарева, Океанскую, Морскую, Давыдова, Кирдищево, Степное и Нахалактырское шоссе. Эту тему мы подробно обсудили в среду в рамках прямого эфира на радио «Камчатка», гостем которого стал зампред Краевого правительства Сергей Миронов. Ну, а в целом, по этим 12 участкам мы должны, собственно говоря, потратить 703 миллиона рублей, там меньше, чем в прошлом году выделялось, но при этом отремонтировать 15 километров автомобильных дорог, 5 из которых мы должны, собственно, прирост сделать и 10 мы должны, собственно, восстановить его до нормативного состояния. Скажите, пожалуйста, а не отразится ли сокращение бюджета и сокращение финансов и увеличение количества требуемых работ на качестве итогового продукта? Нет, мы же идем там, где-то ремонт требует верхнего слоя, да, слоя износа, мы его ремонтируем, где-то ямочный ремонт осуществляется в рамках содержания. Ну, то есть, в любом случае, перечень работ и качества, да, он определяется, опять же, по инструментальной диагностике. Если требуется, допустим, верхний слой, слоя износа сделать, значит, делается слоя износа. Вот, если требуется капитальный ремонт, это, соответственно, полностью капиталится, снимаются все слои там, да, и капиталится. Если вынос сетей там требуется, значит, вынос сетей. Если там не соответствует модуль упругости, допустим, автомобильной дороги, соответственно, это полный капитальный ремонт, Это скрытие асфальта, полностью основание меняется, утрамбовывается, достигается модуль упругости и укладывается, соответственно, в последующие слои. Диагноз «все плохо» с последующим назначением лечения в виде ремонта и восстановления дорогам и проездам выставляет специальная организация. Кто и как определяет объекты, где необходим ремонт? Ну, определяет диагностика, то есть предприятие специализированное, да, предприятие, которое, вот, есть перечень дорог, да, которые вошли в национальный проект с 13 километров, вот по ним делается ежегодная диагностика, да, и определяется в нормативном состоянии, не в нормативном, ямочные, там, трещины, продольные, поперечные, бордюрные камни, значит, пешеходные, тротуарные переходы, там, пешеходные переходы, ну, и сами светофорные сигналы, ну, и, в общем, в целом, как бы, лично дорожная сеть. Дают, соответственно, рекомендации и говорят, что нормативно, не нормативно, там, целое заключение, ну, и, соответственно, муниципалитет принимает решение о, значит, установке ее в перечень работ, которые будут, ну, реализовываться в рамках национального проекта. 25-й год будет также формироваться в рамках диагностики, то есть мы будем поддерживать тот показатель, который мы достигнем к концу 24-го года, условно, 85% мы должны достичь, вот, эти 89 километров мы должны поддерживать в нормативном состоянии, там, да, в ближайшее время, вот. Помимо этого мы должны еще осуществлять ремонт по ряду улиц, у нас там на очереди Ленинская улица, у нас на очереди Озерновская набережная, это основной центр города, по которым тоже будут проводиться ремонтные работы, там, уже по сфере коммуналки. Помимо замены дорожного полотна, те участки, которые попали в список ремонта, ждет и различное благоустройство. В рамках благоустройства это отдельное мероприятие, ежегодно мы из краевого бюджета выделяем порядка полмиллиарда рублей всем муниципальным образованиям, кто принимает участие в благоустройстве. По прошлому году у нас по Петропавловску там 581 миллион, извиняюсь, в целом 581 миллион был выделен по всем муниципальным образованиям, там 14 муниципальных образований принимало участие, все остальные, ну, там, получается, отказались, либо не было объектов, которым нужно было отремонтировать. В основном это уличная дорожная сеть, конечно же, озеленение там, ну и, соответственно, светофорные сигналы, пешеходные сигналы. По моему поручению, также Минтранс разработал типовые карты, отвечающие ГОСТам, значит, по пешеходным переходам, что это значит, значит, то, что будет на каждом пешеходном переходе установлено типовое решение, вот, отвечающее требованиям безопасности. Потому что у нас зачастую, как бы, очень участились случаи, когда наезжают на пешеходный просто-напросто. Вы заметили, наверное, и световую подсветку пешеходных переходов, которые, ну, достаточно эффективно тоже работают, вот, помимо той разметки, которая находится на асфальте, потому что бывает так, что заметая там содержание, тот, кто на содержании не успевает там убрать снег, соответственно, как бы, подсветка в этом случае немного помогает, да. Вот, но она, как бы, не заменяет правила ГОСТа по разметке, но, тем не менее, дополняет, неким образом обеспечивает, ну, дополнительные меры. Как известно, нацпроект «Безопасные и качественные дороги» реализуется на Камчатке уже несколько лет. Нацпроект реализуется у нас на Камчатке с 2019 года. Но мы помним, что поначалу были прям проблемы с подрядчиками, там, скандальные истории были громко, о которых все говорили. Как сейчас? Ну, смотрите, в отрасли, если говорить дорожной отрасли, работает порядка полутора тысяч человек. Это 30, если мне память не изменяет, порядка 30 предприятий с высококвалифицированными сотрудниками, инженерами, работниками, ну, которые, ну, можно сказать, профессионалы. Нас на всех уровнях отмечают с положительной стороны. Мы ежегодно там достигаем показателей без нарушений, в своевременно, к сентябрю, к октябрю, когда все дорожные работы, ну, подводятся итоги, соответственно, сдается форма, отчитываемся. И Минтранс ежегодно нас отмечает как таких вот хорошистов в части ремонта, содержания, ну, и вообще строительства, реализации проектов. В целом, по году у нас порядка 7,5 миллиардов, это только в дорожную деятельность на территории Камчатского края, со всеми источниками финансирования. Здесь хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить, конечно, наших дорожников, руководителей предприятий, Министерства транспорта нашего, которое занимает активную позицию в реализации этого замечательного национального проекта. Кстати, он самый узнаваемый в России национальный проект «Безопасные качества автомобилей на дороге». Мы, в свою очередь, тоже хотим поблагодарить дорожников за их нелегкий, такой важный для всех нас труд, за то, что мы имеем возможность передвигаться по ровным и красивым трассам. А тем фирмам, которые не всегда ответственно относятся к своим задачам, желаем брать хороший пример со своих коллег и проводить работу над ошибками. Бурные обсуждения в социальных сетях развернулись под этим видео. Выстроившиеся в большую очередь любители лыж и сноуборда. Сначала стоят за билетами, а потом на подъемник. К видео в комплекте шел вот этот крик горнолыжной души. Горнолыжники находятся в постоянном истощении своих нервных клеток из-за бюрократических преград, которые возникают при попытке пополнить карту для подъемов на горнолыжной базе морозной. Многие из нас приезжают на горнолыжки с мыслью провести несколько часов веселья и активности на свежем воздухе. Но иногда этот простой план превращается в часы простоя в длинных очередях. Почему нельзя сделать систему проезда аналогичной той, которую мы видим на горнолыжках вроде Кирпичиков и Эдельвейса? Почему нельзя просто пополнить карту обычным проездным в приложении, а не ждать бесконечно долго в очередях? Мы знаем, что такой проект существует. Почему его нельзя просто внедрить? Либо применить обычные дебетовые карты, которые многие из нас используют каждый день. Мы уже много лет слышим обещания об улучшении этой ситуации, но никаких изменений на сегодняшний день не произошло. А все ли дело только в неналаженной должным образом системе продаж билетов и пропуска на подъемник? Эту тему мы поднимали на минувшей неделе в эфире радио Камчатка, гостем которого стал исполнительный директор Федерации горнолыжного спорта Камчатского края Сергей Петров. Он назвал еще одну причину таких больших очередей. У нас много спортивных мероприятий, много спортсменов, которые профессионально занимаются горнолыжным спортом, но есть и много любителей, таких вот обычных людей, как я, Иннокентий, Макс, которые просто в выходной день приезжают на горнолыжечку, берут доску в прокат или лыжи, и встают в очередь, в очередь за билетом, в очередь на кресельный подъемник и, в общем-то, проводят свое выходное не на склоне, а вот в этих очередях мы хотели бы у вас узнать, как у человека максимально вовлеченного во всю эту историю, что происходит на морозке, почему только там такие проблемы и как улучшить ситуацию по вашему. Вы знаете, я вот как раз в воскресенье был на морозной, видел вот этот масштаб вовлечения, как говорится, любителей в активный отдых. С одной стороны, это хорошо, то есть прошло каких-то там 10-20 лет, и количество людей, которые занимаются активным отдыхом, возросло многократно. Понятно, что морозное, даже несмотря на какие-то подвижки вперед, строительство кресельного подъемника, строительство системы искусственного снегообразования, оно не может вместить такое количество желающих, которое сейчас есть. И понятно, что, я думаю, руководство морозное, это тоже понятно, что надо развиваться, надо строить новые подъемники, но это не решит ситуации, пока не будет новых склонов, потому что сейчас предел возможностей морозный. То есть географически там негде уже строить склоны? Нет, есть где строить, их надо делать. То есть нельзя сказать, что мы поставим сейчас две кассы, три кассы, и очередь исчезнет. Нет, эти все люди будут на склонах. То есть проблема только в том, что много людей, а не в системе продажи билетов и пропускной системы на подъемник. Конечно. Обратите внимание, что это редкие дни, да, это был... Это солнечные выходные. Да, это солнечные выходные. Кстати, в этот день загруженность на горнолыжных базах была не только на морозной. Это Эдельвейс, это база Альпинов за озерки, то есть везде было очень много людей. Ну, большое количество любителей горнолыжного спорта, тем более при тех возможностях, которые дает Камчатка, это замечательно. Но очень важно обеспечить комфортное пребывание и обслуживание людей на горнолыжных базах. А эта проблема на самом деле волнует большое количество людей. Напомню, что вопросы, касающиеся системы оплаты и пропуска на морозки, прилетали и на предновогодний эфир за губернатором Камчатки Владимиром Солдовым. И глава региона тогда пообещал включиться в решение проблемы. Обращение со стороны всех поклонников зимнего спорта, губернатору Камчатского края и Министерству спорта. Мы обожатели зимних видов спорта. На Камчатке не можем не выразить свои мысли и чувства по поводу замечательной горнолыжной базы «Морозная». Это действительно уникальное место, где есть возможность насладиться зимними видами спорта. Однако у нас есть замечание, которое серьезно обращает все плюсы, это использование скипасов. Необходимость стоять полчаса в очереди, чтобы пополнить скипасы, затем снова ждать в очереди в прокате. После этого снова стоять в очереди к подъемнику. Все это имеет негативное влияние на наше время и нашу энергию. Почему бы не применить альтернативные методы оплаты на подъемники, такие как проездные билеты или обычные банковские карты? Мы будем признательны за оперативное решение данного вопроса. Спасибо за предложение. Я тоже себя отношу к числу обожателей горнолыжного вида спорта и завсегдаты морозной. Я узнаю. Честно говоря, не знаю, насколько сложно это оборудование менять для скипасов. Думаю, что не критично. Но даже если на что-то стоит поставить там три стойки, две даже стойки стоят, наверное, возможно. Поэтому задам этот вопрос обязательно. В целом, считаю, что горнолыжка замечательная наша. Но вот эти нюансы нужно устранять. Недавно тоже с туристическим сообществом встречались больше всего нареканий по раздевалке, по пункту проката, организации технической. А в целом, конечно, будем привлекать и частные инвестиции в морозную, в стратегическом, не в этом году, а в таком среднесрочном перспективе. Ну и тоже поделюсь как-то своим ответом. Ответом я для того, чтобы избежать очередей, приезжаю пораньше. Когда к открытию приезжаешь, никого нет. До 12 примерно. Всегда свободно, всегда можно с удовольствием покататься. А после этого уже попить чайку или глинтвейна и настроение поднять. Я как человек жаворнок тоже, если приезжаю на горнолыжку, то прям на рассвете, можно так сказать. И вполне возможно, что уже в скором времени камчатские любители горнолыжного спорта смогут больше времени уделять катанию со склонов морозки, нежели стоянию в очередях. Вы знаете, постоянно проходит обсуждение и на уровне руководства морозной, и на уровне министерства спорта, как сделать так, чтобы исключить подобные очереди. По щелчку, я думаю, такое не делается. Идет модернизация. Я знаю, что запланировано введение новой системы контроля посетителей. То есть новая форма продажи. Разрабатывается система онлайн-продаж, чтобы люди могли через интернет, через приложение пополнить свои эскипасы, купить абонементы и кататься. Я думаю, мы к этому придем. Причем очень-очень скоро. Включая и транспортную карту, и, возможно, и систему единого эскипаса по Камчатскому краю. Самое простое, наверное, решение – это проход по банковской карте, как это реализовано везде. На сегодняшний день это сделано на морозной. Существуют определенные технические проблемы, которые решаются. Эта система реализована на ГЛК и Дельвейс. В школе по сноуборду тоже стоит турникет, который работает по банковской карте. Поэтому мы, в принципе, к этому приходим. То есть мы можем ожидать в скором времени, что и на морозке, по обычной банковской карте мы можем на кресле... Ну, дай бог, так и будет. Оно и сейчас работает. Оно и сейчас работает. Только незаметно. Не для всех, получается. Насколько я знаю, внедренная эта система работы банковской карты, какие-то технические сбои у них происходят. Поэтому, конечно, это не все так быстро решается, но ребят работают. Ну, слава богу. Дай бог, чтобы действительно все получилось и чтобы мы уже без очередей. Редакция МассМедиа следит за развитием ситуации. Елки-палки, рысь кота загрызла. Усатые хищники хозяйничают в краевой столице. Встреча с рысью уже не особо шокирует и удивляет жителей и гостей Петропавловска. Отметилась в новостных лентах на минувшей неделе очередная дикая кошка. Она попала в объектив очевидца, когда уносила в рощу свой обед черного кота. Подписчик информагентства МассМедиа Камчатка сообщил, что снял происходящее возле дома 65-1 на Океанской. В свою очередь, внештатный охотинспектор при Краевом министерстве природных ресурсов Владимир Шабли рассказал МассМедиа Камчатка, что в Петропавловске в поисках пропитания бродят минимум три рыси. В город их пригнал голод. Зайца нет, а заяц-то один из основных видов, которым питаются рыси. И у нас в городе рыси просто хозяйничают. На мой взгляд, сейчас минимум три рыси у нас ходят по городу. Это не одна и та же? Нет, это не может быть одна и та же. Вот мы последнюю, это по просьбе Минприроды, я выезжал, на заводской отловили. Там максимум полутора годовалая, а то может и девять месяцев рысенок. Его там подлечили и выпустили в живую природу. В городе рыси охотятся на крыс, кошек, небольших собак. Но могут пострадать и дети. Она хищник. Она опасна тем, что она может сидеть на дереве, маленький ребенок, к примеру, с собачкой выгуливает и собачку. И она может прыгнуть на собачку, а может прыгнуть и на ребенка. Извините, у этой кошечки хорошие зубки, хороший укус и плюс еще хорошие когти. То есть убить не убьет, но может доставить телесные повреждения. По мнению охотинспектора, вопрос с отловом диких животных в городе нужно решать комплексно, через договоры с подрядчиками. Знакомство с регионом и его местной кухней при помощи обоняния. Съемки тревел-шоу «Пахнет вкусно» проходили на Камчатке на эти недели. Незрячая ведущая Дана Дрожжина отправилась в увлекательное гастрономическое путешествие по различным уголкам нашей страны. Очередь дошла и до Камчатки. Подробности в материале Анжелики Баженовой. В этом сезоне определенная тематика. Мы разговариваем о том, как пахнет на кухнях малых народов. И вот сюда мы приехали к корякам, и именно про коряков собираемся рассказывать и собираемся выяснять, как у них пахнет на кухнях. У нас больше 50 эпизодов. Мы проехали весь стран СИП, мы проехали всю среднюю полосу России. Ну, я даже перечислить боюсь, больше 50 городов на нашем счету уже. Съемочная группа посетила этническое стойбище, этно-кафе и встретилась с местными блогерами. Мы же понаблюдали за их работой на одной из локаций – рынке на КП. Там проводником для ведущей шоу Данны Дрожжиной в мир камчатских запахов стал наш коллега-блогер Александр Петровец. Я обожаю все, что связано с запахами, все, что связано с вкусами. Во-первых, потому что для меня огромное значение имеют эти две сферы. Во-вторых, потому что моя профессия связана с едой непосредственно. Я нутрициолог и консультант по коррекции веса. Соответственно, мне кажется, что самое главное и невероятно важно научить каждого человека понимать, какой вкус ему важно чувствовать, вообще, в принципе, наполнить жизнь разными вкусами, разной едой. И об этом можно и нужно рассказывать через страницы нашего шоу тоже. Отметим, проект «Пахнет вкусно» создается при поддержке Института развития интернета. Вообще, съемки – это очень непростой процесс, но мне кажется, что сложностей не так много, а уж точно их перекрывают всякие приятные моменты, когда удается пообщаться с разными людьми и с разными народами, когда удается попробовать разные блюда. И если даже поначалу герои в кадре как-то немного стесняются и не все говорят, что могли бы сказать, то потом уже при большем общении все становится очень познавательно, интересно, и такой опыт точно больше нигде получить невозможно. Во вторник режиссер проекта Александр Романов стал гостем утреннего «Евражки-шоу» на радио «Камчатка». Сколько мы не ездили, сколько мы не встречались, сколько призов мы не получали за этот проект, все как-то по-своему принимают и по-своему обозначают социальную, как вы говорите, функцию этого проекта. Кто-то, например, обозначает ее так и говорит, слушайте, вот посмотришь на него и думаешь, блин, что я сижу, если уж такие люди едут путешествовать, и, ну, как бы не видят в этом никаких проблем, не жалуются, а вперед просто садятся и летят, и едут, то я-то что сижу, надо ехать. Кто-то видит в этом, что наши города и наша инфраструктура достаточно и удобны для того, чтобы путешествовать. Например, у нас же был второй сезон, он был по Транссибу, и мы проехали весь Транссиб на поезде. И на самом деле те условия, которые есть на железной дороге, которые пока нет в Камчатском регионе, вот, они для незрячих вообще прекрасны. То есть на самом деле Володя Воскевич, который профессиональный путешественник, первый ведущий этого проекта, он объехал там, по-моему, 46 стран, он своим примером доказывает, что вообще может все, что хочешь сделать. Поговорили и об условиях для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья на Камчатке. Здесь, конечно, очень важно говорить не только о том, что окружает, но и о том, что внутри у человека происходит, потому что очень часто огромное количество преград, это не те преграды, которые не сделаны, а преграды, которые есть в голове, от которых, конечно, просто нужно отмахиваться и избавляться. Мы взяли этот проект, идею проекта, и пошли по каналам. Я честно в этом признаюсь, что мне никого не хочется выгораживать, каналы сказали прямо, нам инвалиды не нужны. Я когда потом спрашивал, я говорю, что это вообще за формировка такая, что значит нам инвалиды не нужны. Якобы есть такая идея, что зрителю, отечественному, российскому зрителю, не очень приятно смотреть на людей с ограниченными возможностями, с увечьями, вроде как бы они смотрят телевизор в желании увидеть какую-то сказку. Но, может быть, это и было бы так, если бы не было нашего проекта, который доказал, что это на самом деле не совсем так, потому что люди с удовольствием смотрят на людей и с ограниченными возможностями, ну и как бы берут с них примеры, и это абсолютно нормально. Александр Романов отметил, что самое главное – это не относиться к людям с ОВЗ, как к людям с ограниченными возможностями. Проблема заключается в том, что мы, как только мы начинаем видеть инвалида, как только мы начинаем видеть слепого, как только мы начинаем видеть человека в коляске, мы тут же начинаем чувствовать себя жутко неудобно, некомфортно. Нам, я не знаю, смешанные чувства, можем испытывать чувства. Ладно, если мы наберемся сил, подойдем, предложим какую-то помощь. Зачастую эти люди прекрасно справляются сами. Все, что им нужно, чтобы к ним просто нормально относиться, чтобы их не боялись, от них не шарахались и принимали их полноценными членами общества. Редакция Массмедиа Камчатка желает команде проекта успехов и дальнейшего развития шоу. А это была программа «Камчатка. События недели». Я и ведущая Анастасия Островская. На сегодня у меня все. До встречи в эфире.